Проблемы продолжают валиться на голову компании Disney, даже несмотря на смену ее руководства. Ведь, как недавно подсчитали аналитики, за последний год компания потеряла на своих крупнейших релизах около 900 миллионов долларов и еще порядка миллиарда недополучила за то, что отказалась лицензировать свои проекты для других компаний и потоковых сервисов, вроде Netflix и прочих. При этом дела у Disney Plus идут все хуже и хуже, о чем уже не может молчать даже главный босс компании Bob Iger. Так что же там, черт возьми, такое происходит и как Disney докатился до такой жизни? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. А теперь предлагаю разобраться с тем, что же Дом Мыши делал за последний год. Итак, за последних, грубо говоря, 365 дней у компании вышло 8 крупных мегабюджетных релизов. Это мультфильм Buzz Lightyear, стоивший более 200 миллионов долларов. Очередная часть Тора под названием «Любовь и гром», ставшая, наверное, самым провальным фильмом данной франшизы. Еще один мульт «Странный мир», который принес не только много миллионов убытков, но и скандалы по всему миру. «Черная пантера 2», тут в целом по соотношению затрат и сборов все получилось неплохо. Дальше была «Квантомания», открывшая новую фазу Marvel. Фильм «Стражи Галактики 3», который закрыл данную франшизу. Ну и, конечно, «Русалочка 2023» и ужасно провальный мультфильм «Элементаль». Каждый из вышеупомянутых проектов стоил только на производство как минимум по 200 миллионов баксов. Каждый фильм, либо же мультфильм, получил еще многомиллионную рекламную кампанию. Таким образом, можно говорить о том, что Дисней потратил в целом за последний год на свои новинки, имеется в виду производство плюс маркетинг, сумму в 2 миллиарда и 750 миллионов долларов. Колоссальные деньги, конечно, но что же Дом Мыши получил в итоге? А в итоге, прокалькулировав общие кассовые сборы вышеупомянутых новинок и отняв от них процент кинотеатров, который составляет от 40 до 75%, если говорить о Китае, аналитики получили сумму в миллиард и 860 миллионов зеленых. Таким образом, при помощи несложных вычислений можно подсчитать, что Дом Мыши в итоге своей деятельности на протяжении последнего года лишился суммы в 890 миллионов баксов, ну то есть почти 900 лямов. Не самый, конечно, приятный итог, если говорить о деятельности целой огромной компании на протяжении целого года. Кстати говоря, чтобы легко и просто поддержать нашу деятельность, нажмите прямо сейчас на кнопку подписки и колокольчик, так никогда ничего интересного не пропустите. Так вот, если вернуться к Диснею, то оказывается, что кассовые убытки это еще не все, ведь Дом Мыши в последние годы отказался лицензировать свои фильмы и мультфильмы для других потоковых сервисов, типа Prime Video или Netflix, а раньше это была огромная статья доходов, ведь за возможность показывать у себя новинки компании стримеры платили кругленькие суммы. Так, по подсчетам аналитиков, в среднем 8 вышеупомянутых нами сегодня проектов могли бы принести Диснею еще примерно миллиард долларов, согласись компания, давать на них права потоковым сервисам. Но нет, Дисней решил все держать теперь для себя, чтобы поддерживать свою площадку Дисней Плюс и таким образом потерял помимо 900 миллионов долларов еще, грубо говоря, сумму почти в ярд. А что получил взамен от, скажем, Дисней Плюс? А получил то, что, как признается сам босс Дома Мыши Боб Айгер, у них налицо рост затрат и снижение прибыли от их потокового сервиса. Мы собираемся больше опираться на наши основные франшизы и наши бренды. Я уже об этом говорил, мы должны лучше курировать Дисней, Пиксар, Марвел и Звездные войны, заявил недавно Айгер, после чего добавил, и, конечно же, снизит затраты на все, что мы делаем. Хотя мы очень гордимся тем, что показываем на экране, это дошло до того, что стало чрезвычайно дорогим, подытожил Биг Босс, по сути признав финансовые проблемы не только стримера, но и всей компании в целом, которая впервые за много-много десятилетий, по сути, черпает сейчас деньги со своих парков развлечений, сувениров и прочего, чтобы перекрыть убыточность, казалось бы, главного вида деятельности производства контента. Что и говорить, эффективное управление привело Дом Мыши к светлому будущему, о причинах всего этого, наверное, лучше поговорить в отдельном видосе, ведь их множество, тут и нежелание слушать зрителей, и постоянная повестка, и раздутые бюджеты, и много чего, но главное, кажется, Большие Боссы Диснея просто разучились понимать, что нужно их публике, поэтому они и несут сейчас гигантские убытки. И еще неизвестно, к чему все это приведет, что ж, мы продолжаем следить за ситуацией, так что подписывайтесь на наш канал и на наш телеграм по ссылке под видео, если не хотите ничего интересного пропустить. А еще пишите комментарии и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.